Игромания представляет В пятёрке обоснуется и новая, двадцать первая часть, которую решили оставить без цифр и подзаголовка. Предпосылок к этому более чем хватает, ведь в новом Need for Speed соберут кучу удачных находок из всех предыдущих частей. За главной темой станут нелегальные гонки, как в Underground, появятся трассы на коньках, как в Carbon, и живые актёры в заставках, как в оригинальном Most Wanted. Плюс к этому совершенно новая система начисления очков по пяти отдельным направлениям, безграничные возможности тюнинга и многое другое. Подробнее о новом Need for Speed мы, конечно же, расскажем в видео по соседству, а пока вспомним былое и пройдёмся по лучшим выпускам жажды скорости по мнению игромании. 5 место. Need for Speed Porsche Unleashed Need for Speed Porsche Unleashed был скорее не про соревнования, а про сам процесс езды на дорогом суперкаре по живописным местам. Разработчики отмечали, что эта часть отличалась самой продвинутой на тот момент моделью поведения автомобилей. Но всем было не до этого. Все хотели просто кататься на одном из 84 Porsche и любоваться завораживающими пейзажами. Вот едете вы по дороге, проложенной по серпантинам, а слева от вас морское побережье, а в конце следующего тоннеля проглядываются вечерние лучи солнца. Вот таким нам запомнился Porsche Unleashed. 4 место. Need for Speed Rivals Need for Speed Rivals оказался первым самодостаточным NFS за долгие годы проходных частей. Он не пытался за кем-то повторять, не пытался и превратить аркадную гонку в автосимулятор. Это собирательный образ из лучших наработок серии, который обрел свое собственное лицо. Это был Need for Speed, в который снова стало интересно играть. Открытый мир здесь представляет собой мультиплеерную сессию, где по выбору можно участвовать в гонках с компьютером или с другими игроками. А при неудачных действиях загонщика или полицейского, вы рискуете потерять все заработанные очки, если накопленные вовремя не увезли в гараж. Благодаря этим особенностям Rivals удается постоянно держать какой-то безумный темп и не отпускать игрока до самого конца. За это он заслужил почетное четвертое место. Третье место. Need for Speed Underground Need for Speed Underground очень удачно подхватил тему стритрейсинга, бывшую как раз на пике популярности в начале 2000-х. За это мы его и любим, а та самая мелодия «Эрон Дон Дон» до сих пор звучит в наших ушах. А Underground 2 брал стили все возможности первой части и раскрывал их в открытом мире. Впервые в серии в отрыве от гонок можно было просто кататься по городу и устраивать дуэли со случайно встреченными гонщиками. И эта возможность просто окрыляла. Вновь нужно было фотографироваться на обложке журналов и, конечно же, модифицировать автомобили. Опций было предостаточно, вплоть до замены боковых зеркал и установки многоватной звуковой системы в багажник. Став самым масштабным, смелым и пафосным отражением темы уличных гонок, Underground приезжает на третьем месте. 2 место. Need for Speed Most Wanted Не успел отгреметь второй Underground, как вслед за ним выходит Need for Speed Most Wanted И вновь взрывает аудиторию, чуть ли не силой усаживая за экраны всех фанатов аркадных гонок. Грандиозный успех по всем параметрам, а в нашей стране игра и вовсе стала народной. Одним нравился антураж гонок по улицам города Рокпорта и в осеннем лесу. Другие с восторгом скидывали пончики с придорожных кофей на надоевших полицейских. Третьи были просто увлечены сюжетом, где в роликах с живыми актерами нас встречали красивые девушки и подлые гонщики. Их-то и предстояло победить, возглавив список самых разыскиваемых любителей быстрой езды. Most Wanted был последним Need for Speed из золотой эпохи, а его перезапущенной тезкой с 2011-го и в половину не оправдал громкого названия. Первое место. Need for Speed Hot Pursuit. Существует расхожее мнение, что в лучших НФС обязательно должны быть гонки с полицией. И прямое тому подтверждение — третья часть серии Need for Speed Hot Pursuit. Если в самой первой игре 1994-го года погони с полицией только появлялись, то в HP на них построили целый геймплей. В зависимости от уровня преследования стражи порядка гонялись за игроком, брали в коробочку, ставили на дороги шипы или блоки. Были и переговоры по рации, которые позволяли заранее предугадывать опасности. Игрок сам мог стать полицейским и ловить друзей в онлайне. Hot Pursuit был прорывом во всём. В нём идеально сбалансировали драйв-погонь с удобной аркадной физикой. Музыкальное сопровождение идеально вписывалось в темп гонок по городским трассам, солнечным загородным пейзажам и экзотическим зимним и горным местам. В будущем именно продолжение HP поднимет серию из состояния клинической смерти. А его перезапуск в 2010 году вдохнёт в NFS новую жизнь после многократных неудач и задаст новый вектор развития. Уже с упором на онлайн и социальную составляющую. Согласны ли вы с нашим списком и как считаете, достоин ли перезапуск Need for Speed 2015 года потеснить с пьедестала какую-нибудь из перечисленных частей? Отписывайтесь в комментариях и играйте только в лучшее!